Здесь все почти как в настоящем хоккее. Крышка, шайба и коньки. Своё мастерство молодежь оттачивает с раннего утра. За ними на ледяную площадку потягиваются и взрослые. Сегодня юнцы и ветераны решили устроить дружеский матч. Самому молодому из команды ветеранов 52 года. Но возраст не помеха, говорят аксакалы горного хоккея. Вести лёгкую и стремительную игру им помогает опыт. Технике они обучились ещё в юном возрасте. Тогда, в советское время, дворовой хоккей в аулах был очень популярен. Игра, конечно, очень тяжёлая. Наверное, не 15, не 20, не 30 лет. Почти 60 лет играется. Поэтому физкультуру, спорт, это, конечно, всегда надо делать. Всегда надо с этим дружить. Ну, думаем, что мы выиграем этот матч. Иншаллау рахман. Сейчас есть возможность и вечером тоже здесь народ собирается, освещение. Глава администрации вокруг этого всё это освещение сделал. Хотя в подобных матчах зачастую побеждают ветераны, дети всё равно с большим энтузиазмом приходят сюда. Учатся у старших и уговаривают родителей купить им хоккейную экипировку. Удовольствие это не из дешёвых. Что тебе больше всего в игре нравится? Не, а падать. Ловить гол. Больше ничего. В скором времени пройдёт первенство района по хоккею. По этому настрою ребят серьёзно. Несмотря на то, что посещение тренировок, по желанию, игроки ходят регулярно. Каждый понимает, что он в команде, а значит нельзя подвести. Я играю в хоккей уже три года. Каждый день приходят ребята и собирают. Я согласен с тем, что в хоккей играют настоящие мужчины. На мой взгляд, это настоящая правда. Этот замёрзший бассейн каждый год для жителей Хунзаха становится настоящим плацдармом для зимних видов спорта. Сюда сходятся все от мала до велика. Пробуют они себя либо в одиночном катании, либо в командной игре в хоккей. Возможно, кто-то из них сможет стать частью профессионального спорта. Ведь есть в истории случаи, когда из дворовой коробки выходили мастера спорта, игроки сборной и заслуженные тренеры. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Хунзахский район.